Коммунальное предприятие работает на сегодняшний день в штатном режиме. Температура подачи воды на город 68-69 градусов в соответствии с температурным графиком. На сегодняшний день мы производим выплату налогов и обязательных платежей по заработной плате наших сотрудников за декабрь месяц. На сегодняшний день предприятие, напомню всем, что мы работаем с учетом требований постановления Кабинета Министров номер 217. Это постановление, которое распределяет денежные средства в принудительном порядке между поставщиком газа, поставщиком тепловой энергии по Одесской ТЭЦ и поставщиками услуг по транспортировке природного газа. В связи с этим у предприятия в распоряжении остается в среднем около 8% средств, которые поступают от потребителей в счет оплаты за тепловую энергию. Фонд заработной платы за декабрь по нашему предприятию составляет 24 миллиона гривен. При этом по состоянию на конец недели мы получили свое распоряжение за счет распределения со специальных счетов 8,4 миллиона гривен. Безусловно, мы выплачиваем заработную плату, то есть это наше основное приоритетное направление. На сегодняшний день предприятие погасило задолженность по единому социальному взносу и выплачивает налог на доходы физических лиц. Мы планируем, что уже через один день, то есть в четверг, мы начнем выплату заработной платы за декабрь по нашим сотрудникам. По наиболее сотрудникам, которые находятся в сложном социальном материальном положении, мы берем во внимание таких сотрудников и стараемся им выплатить заработную плату максимально в ранний срок на основании их заявлений. Предприятие, еще раз подчеркну, работает в штатном режиме, обеспечивает город теплом, никаких чрезвычайных ситуаций у нас нет, мы все работаем. По тарифу, в отношении тарифов на тепловую энергию, ситуация на сегодняшний день следующая. На сегодняшний день действуют те же тарифы, которые действовали в 2018 году. Предприятие начало процедуру, то есть по состоянию на конец декабря 2018 года предприятие достигло уровня оснащенности приборами тепловой энергии, которые требуются лицензионными условиями по производству тепла. То есть по состоянию на конец года приборы учета тепла учитывают 90,3% всего объема тепла, которое продается нашим предприятиям. В связи с этим предприятие начало процедуру передачи лицензионного дела от облгосадминистрации в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Как только такая процедура будет завершена, предприятие подаст расчеты на новый тариф. На сегодняшний день тариф на услуги теплоснабжения действует тот же, который был в 2018 году. Продолжение следует...